2013 год, ты состоявшийся актер, твое лицо знает каждый человек на постсоветском пространстве, позади у тебя огромное количество запоминающихся ролей, ты приезжаешь в Киев и с первого дня с самого начала поддерживаешь Майдан. Заявляешь об этом громогласно, и вот я тебя цитирую, ты сказал, во время Майдана я понял, что моя родина здесь, что только тут надо жить и умирать. Почему ты это сделал? Ну как почему, это же все эмоционально, это сложно объяснять. Я очень часто об этом уже говорил, потом прошло больше трех лет, ну три года уже. Эмоции наши стираются, но я хорошо помню, я же взрослый человек, я очень много поступки делал, будучи взрослым в сознании. И тогда еще очень эмоционально и больно было. Вот это была боль такая, когда я это все видел, что происходило, и не мог переварить. Я понимал, что мне нужно это самому увидеть, потому что в телевизоре это одно самому. Когда я увидел, говорю, что одноклассников, однокурсников, учителей, преподавателей, я как первый Майдан, так и второй, только еще больше молодежи, новое поколение уже появилось, студенты, лица новые, которые я. Вот на том Майдане этого не было. Хорошие лица. Лица просветленные, конечно, очень, очень. Поэтому это тоже очень сильно на меня повлияло, когда я увидел эти молодое поколение, новые лица. И абсолютно, это другие лица были, это были уже лица другие, которых я не видел. Это не рабы, конечно. Это уже люди, да, это поколение, которое идло в свободной стране. Как угодно мы можем называть и говорить, как угодно можно обсуждать последствия Майдана, что происходит, да, но тем не менее это с нами в жизни произошло, это с нами перемены все равно происходят. И поколение уже доказало свою состоятельность. Для меня это поколение доказало очень многое.